Добрый день! Российские легенды дзюдо уже не первый раз во Владивостоке. Этакий Олимпийский патруль, как они называют свой открытый урок, спортсмены проводят в рамках Восточного экономического форума. Юные посетители здесь не отводят глаз, ведь перед ними никто иной, как победители Олимпиады 2012 Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян, а также призеры Олимпийских игр под дзюдо Иван Нифонтов и Тамерланд Менов. Такой внушительный состав привлек в этом году сотни мальчишек и девчонок. Получается, как дзюдоистский десант. Мы высадились сюда, и атмосфера здесь доброжелательная. Видно, что дети развиваются, им интересные вопросы задают. В этот раз спортивно-образовательное мероприятие прошло на базе детского центра «Океан». Начался урок с интересного общения, где помимо спорта участники обсуждали с детьми и жизненные ценности. Именитые дзюдоисты посоветовали всегда по жизни искать тех, кто сильнее и в чем-то лучше тебя, и со временем превосходить эти показатели. Вскоре от теории перешли к практике. На татаме особо активны были именно победители Олимпиады в Лондоне. Благо, показать и посоветовать им есть что. Галстян и Исаев в своем финале тогда одолели именитых японцев, с которыми вели очень тяжелую и долгую борьбу. А вот Хайбулаев в той Олимпиаде познал все прелести монгольского и немецкого дзюдо. Выносливость и напористость – вот что помогло тогда нашим спортсменам. Говорят, у приморских бойцов эти качества тоже есть. Когда такие соседи, как Южная Корея и Япония, это нужно все использовать, нужно развивать эту школу, нужно ездить, обмениваться опытом. Поэтому, когда это все будет, это будет большой и великий результат. Отметим, что традицию проводить мастер-классы и другие спортивные мероприятия для местной детворы в рамках ВЭФ три года назад основал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. С тех пор у приморцев появилась возможность максимально близко знакомиться с легендами спорта. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...